Десятая глава, 23 по 28 стих. Апостол Павел говорит так. Никто, не ищи своего, но каждый пользы другого. Вот один стих. Если сейчас бы лозунги такие, плакаты вывешали по городу, все, губернатор был бы живой, потому что тот, кто впереди ехал, он бы не искал своей пользы, а согласно правилам обернулся. И он был бы живой потому, что он бы не считал себя губернатором на дороге, а простым смертным, на такой скорости не обгонял бы. А там сидела женщина с ребенком. То есть пользы ближнего искать ты все время будешь смотреть, как бы кого не зажать в дверях, не задавить. Какое бы событие ни случилось сегодня, заходи с этой позиции. Ищи пользы не своей. То есть это дается указание каждому. А каждый из нас состоит из чего-то. Что у нас есть? Питание на первом месте. Значит, питание должны искать пользу не только своей. Вот хозяйки любят пересаливать. На вкус, говорит, и свет товарищей, а соль вредная, сколько раз говорю, но пережариваешь, рак кишечника будет на растительном масле. Не ищи своей пользы, а ты пользы не ищешь. Ищи пользы ближнего. По одеянию начни. По одеянию точно так же. Ищи пользы ближнего, а не будет ли это на соблазг, какая сегодня одежда, как одевается в мужскую одежду, брюки. Называется мерзость. Плодишь такая же внучка, глядишь, маленькие такие же одеты. Не ищи пользы ближнего. Дальше жилье. То есть все рассмотреть. Ну подумай, ты живешь один, много у тебя квадратов. А почему никого бы не пустить, когда молодые этим бедствуют? То есть все время нужно искать, послужить ближним и тем, что у нас есть. Из чего мы состоим-то? А то у меня есть квартира. Да тебе в 60 с лишним лет, конечно, она и есть. А тому 18, у него ничего и нет, может потом будет. Нужно служить тем талантом, какой есть. Знаешь, Священное Писание, не проходи мимо. Дай совет. Подскажи, а он не слушает. А вот теперь уже на нем это будет лежать, ответственность. Твоя задача найти путь, тропинку. Сказать. Что говорит нам Слово Божие? Первое, когда Ева стала искать для себя, отдельно в раю, в свою пользу. Почему? Потом объясняется. Дерево было вожделено для вида, прекрасное. И дерево дает знания. То есть она думала только о знании. А она с вами и не подумала, что мы-то все смертные. Все до одного умирает из-за того поступка, какой совершила Ева. Каин. Бог предупреждает. Видит лицо нахмурилось, глядя прямо не может. Каин. Грех лежит у дверей уже, как собака. Вот-вот тебя укусит. Каин. Остановись. И потом начнет уже беспробудно лгать. Не знает, где брат. Забыл, где его убил. А что я ему? Сторож. Ты бы раньше, сказал сторож, не караулил его, когда он в поле пойдет-то? Где родителей нет. И не нападал бы на него. Не ищи пользы своей. А если бы искал пользы ближнего, он бы подумал, а с кем завтра овечки его пойдут? Он же был пастырь. Кто их выгонит? Кто теперь будет эти книги читать, как говорили о Тимофее? Его казнили. Кто в субботний вечер придет и откроет эти книги? Мы видим таких подвижников веры, как Моисей к евреям 11.25. Человек, которому практически принадлежал весь Ближний Восток. Сын фараона, всемирной державы. Но придя в возраст, он лучше предпочел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. Вот временное и греховное уколоться, и беда пришла в дом, из дома все тащит, все пропадает. Родители не рады ничему, разводятся, лежат бежать от него куда-то. А он ищет свои пользы, а если по большому счету то он ищет себе смерть. Тот, кто думает только о себе, этот эгоист, он сгорает в этом. Он не может никогда быть счастливым. Потому что польза наша в том, что говорит Писание. Медики говорят, нужно чаще смеяться, это через мышцы, рта, действует на сердце. А Слово Божие говорит, блаженны плачущие. Вместе со слезами лишние грехи выйдут из себя. Дави их оттуда. Наоборот, блаженны не смеющиеся, а написано горе смеющимся ныне. Человек, который плачет, он никогда не скажет и не пытается, чтобы другие плакали. А смеющийся всегда старается других заразить. Он за это деньги получает, народный артист, выходит, шутки говорит. А это все во вред. Ищи пользы ближнего. Сегодня нужны такие актеры, артисты, чтобы они весь зал повергали в слезы, в раскаяние. Время идет к великому посту. Почему в стране нет таких артистов? Чтобы они вышли сейчас на сцену, и всех зрителей повергли бы на колени, слезы. И вот Моисей предпочел страдать с народом Божиим, ибо он думал о пользе всего еврейского народа. Его никто не уполномачивал заступать за ближнего. Увидел, обижает египтянин, и он сразу его убил. А у нас даже сегодня по должности судья, прокурор занимает это место, деньги, и не заступается за ближнего обижаемого. И говорит, прокурор это государь Ивоока. Я добавлю, слепое с огромным бельмом в метр толщиной. Ничего не видит, что делают. Не ищи свои пользы. Вот он бы заходил в кабинет, а у него написано, ищи свои пользы. Не том, как повыситься по должности, получать хорошую пенсию, а пользы старушки, бедного, бездольного, социально обделенного человека, которому Бога не додали. Ты для того, чтобы скорбел, болел душой за него. Но, как Ио говорит, от меня ни один не уходил, которого бы я не наградил. Сирота питался в моем доме. Я был для него отцом, для вдовы. Я сделал все, чтобы она поднялась на ноги. 22 глава Ио, 2 стих. Чтобы правильно пользовались разумом. Таразаконие, 20 глава, 6 стих. На пользу ближнего. Особенно безобразничают люди разумом, талантом. Здесь написано так, чтобы мы не искали своего. А если человек всегда в поиске, то он обязательно будет искать, а кому бы еще послужить. А кому бы еще сделать. И вечером нужно подбивать итог. Кому ты сделал добро. Даже римский император, кид, вечером заканчивая день, говорил, день напрасно прожитый. Я ничего нового не узнал. Я никому не помог. Вот каждый день надо подводить черту на молитве. А для кого я был полезный? А если бы я сегодня не жил, какой ущерб был бы этому миру? Каждый ищи не своей пользы, но пользы ближнего. Я подумал, а что вот у нас есть? Деяние апостола, 5 глава, 28 стих. Вызвали их парисеи, начальники народа иудейского, били. И требовали от них, чтобы они не проповедовали. Не запретили ли мы вам говорить об имени всем? А вы наполнили город. Вы желаете кровь его на нас навести? Ведь я вот подумал, за что они нас не любят? Вот патриаршие священники. Притом везде, только за проповедь. Получаем письма, вот я на неделе получил с Урала, откуда бы ни было, с разных мест. Результат один. Наши люди туда приезжают, то есть близкие нам, читают книги. И они начинают сразу проповедовать, идут по улицам, на русском языке к священникам, начинают подходить. Священник сразу, гоните их, это чужие люди. Результат один и тот же. Они не знают наших алтайских священников, говорят теми же самыми словами, так же поносит и так же лгут. Отсюда я делаю вывод. Однозначно, это один учитель заставляет делать. Тот самый учитель, который крайно понудил убить брата. И как тогда рожденный говорит, попло сигнал рожденного по духу. Так и ныне, Павел говорит. Вот думаю, у нас лагерь. Чего мы ищем? Такую пользу. Мы можем сказать, что у нас за эти годы перебывало несколько тысяч человек в общей сложности. Последние годы, у нас года три меньше, а так в среднем было 108-109 человек. Почему-то вот так колебалось. Ну, умножь на 33 года. Куда оно идет? Во всяком случае, больше тысячи. Мы искали пользу какую себе. А какая нам польза? Хотя, в общем, когда ты делаешь для кого-то, обязательно тебе что-то есть. Во-первых, люди уважают. В-третьих, кормя другого, ты сам питаешься там. Находясь с ними, я нахожусь на свежем воздухе. Но то самое главное, задача-то была не в этом. Мне-то это не надо, я обойдусь. А дети, которые там были, какое у них воспоминание? Сколько они слышали? Если мы ставим главную задачу искать не своей пользы, все время наш горизонт будет далеко, мы к нему будем стремиться. Потому что одному сделал, а там дальше, там еще кто-то известный. Сегодня от меня сколько звонков только поступило. С разных мест спрашивают совета. И советы очень простые. Какие доказательства, что нужна десятина? Доказательство, говорю, очень простое. Ты хочешь быть вором? Один вопрос. Как это так? Да я Бога боюсь. Вопрос решен, что он туда платить не разговаривает. В другом городе. Совершенно к нам люди не относятся, но уже душа начинает тревожить. Это открывай Малахи и читай. Да это Ветхий Завет. А Ветхий Завет разве себе пользы искал? Он установил эти правила-то. Лучшие доказательства, я говорю, десятины, то что первый храм в России был назван десятинным. Владимир построил. Наложил десятину на весь народ российский. И платили, чтобы построить храм в Киеве. Значит, не надо искать свои только пользы. Вторая Маковейская 2.28. Пописано. Ищите пользы другого. Крым на 15.1. И не себе угождайте. И следующий, третий стих говорит так. Ибо и Христос не себе угождал. Угождать ближнему. Вот это и есть исполнение первой заповеди. Угождать ближнему, это одновременно исполнение второй заповеди. Ближнему даже видеть Христа, я делаю это по заповеди, полюбив Богу. И делаю любви ближнего своей специальностью всем. Какая у меня специальность? Чтобы остался след, я это делал для ближнего. Врач лечит-то не себя, а меня. И если печник я делаю и грею, то не я, а он. Наша специальность должна быть такая, чтобы польза была другому. Чтобы можно было рассказать о Христе во время работы. Бытие 37 глава 26 стих. Когда братья решили продать Иосифа, убить сначала. То Иуда говорит, что какая нам польза от того, если мы брата нашего убьем. Давайте его продадим. Люди тоже ищут такую пользу. Но он-то сделал такой уход, чтобы спасти его. И в дальнейшем он будет благословен, и от него произойдет Христос. Вот когда представляется какая-то возможность за кого-то заступиться, это такое благословенное дело, замолвить слово. Я посылаю иногда книги, а знаю, в этих книгах поминается этот человек. И поминается не в похвалу ему. Думаю, все разрушено будет. Проходит какое-то время, этот самый человек обещает, и вдруг не обижается. До того удивительно. Думаю, а если бы я слукавил, да не послал ему эту книгу, он бы и не знал, какой его недостаток. А я уже сказал, и из песни слова не выкинешь. И Клисиас 5, глава 15 стих. Какая польза человеку, что он трудился на ветер. Есть вещи, от которых никогда никому не отойти. Это смерть. Много ты заимел. Друзей у тебя много, имущества много. Но какая тебе польза от этого, когда ты умрешь? И в Новом Завете говорится, если душе своей повердишь, какая польза? Матфея 16, 26. Если и весь мир, говорит, приобретешь. 1 Коринфянам 15, 32. Апостол Павел, никто не знает, что там было с ним в Ефесе, но он проповедовал всегда. И на него были большие нападки. И он говорит, если нет воскресения из мертвых, какая мне польза, что я боролся со зверями? Я применяю к себе. Какая мне польза, что я боролся с еписками, посылал им? Они страшно злые на меня. Вот я узнаю от Котыка, какая мне польза, если нет воскресения из мертвых. Я это делаю только для будущего. Я сейчас не знаю воскресения, через неделю, мы все пойдем опять по Кровский собор. И у меня план такой. И думаю, он правильный будет. Я стану позади, чтобы меня было не видно. И когда все пойдут, я останусь караулить, хранить одежды. Вернусь на эту позицию и не подходить. Они злобятся. После этого их заинтересует, они обязательно будут спрашивать. А я скажу, а зачем же вас на грех наводить? Вы даже смотреть не можете. Даже при одном имени моем вы лопаетесь от злобы. Наступает великий пост, и вы прощаете, не прощаете. Вы лицемерно говорите, а поедельник опять же клевещите. Даже тут же, в этот же день, прощенный воскресеньем, как прошлое было. У меня вот такая мысль. Нормолиться об этом. И я уже неделю об этом молюсь, и я все больше утверждаю эту мысль, что все подойдут, а я останусь сзади, чтобы меня было не видно. Но они меня все равно видеть будут. Как-то их надо тронуть. 2 Макавельска, 14, 9. Старцы во время мира будут сидеть на улицах и совещаться о делах общественность на пользу им. Это вот совет старейшин Аксакалов. Вот старики, пожилые, где вы нужны не обсуждать, кто в подъезд заходит-выходит, а давать совет, кто идет, чтобы к вам обращались. Если только вы где-то бываете. Никогда не обсуждайте, до кого дела нет. Ты имеешь что сказать? Позвони, напиши, дай доводы. Ферак, 19, 7. Что есть человек, вопрос задает, и какая польза его? Вот тогда сейчас скажем вопрос, и скажи, ты жил на земле, а в чем тебе польза? Ведь ответить может только верующий. Не верующий вообще ничего не ответит. Ну какая польза? Пил, ел детей, растил. Теперь никому не нужен, один болею. Мало того, еще дом стариков сдадут туда, презрению. А польза в том, чтобы познать Бога, прославить Его. Чем заканчивается последняя книга Апокалипсис? Тем, что видит новый град. Люди, победу одержавшие, стоят с пальмовыми ветвями и прославляют Бога. Вот в чем весь смысл. Вернуться к потерянному раю. Ферахов, 21, 19. 21, 30. Скрытая мудрость и утаенное сокровище. Какая польза от обоих? То есть если ты узнал много, Бог дал, тебе никому не передал. Какая польза? Если тебе много сокровищ, а ты зарыл, какая польза? Что польза, что ты кончил три университета, а пошел в монастырь и скрылся опять? Это полностью относится к монастырям. Там такие умницы сидели, такие грамотные люди. И запрещалось одно слово даже сказать, и жизнь на этом заканчивалась. Ну если епископа одного из десяти тысяч изберут, только и всего. Больше-то ничего нету. Какая польза, вопрос стоит. Я вопрос ставлю шире. Какая польза была от монастырей России, если самое лучшее высасывали и гробили там? Они же не давали ни потомства, ничего, и школ-то там не было внутри. Серахов 35, 21. Когда человек омывается от осквернения, от прикосновения к мертвому, а потом опять прикасается к нему, то какая польза от его омовения? Я разбираюсь слово польза. Павел говорит, ищите каждый пользы другого. То есть если согрешил, виновен, покаялся. А теперь опять зачем туда идешь? Опять к этому мертвецу. Где-то что-то брал. Ну, дел много. Не соблюдает воскресенье, работает по воскресеньям. Ну ты понимаешь не так. Уже каялся в этом. Ну измени работу. Сделай по-другому. Я вот обращался плохо с родителями, начинает говорить, ну ты это осознал, это мертвое дело, за которое Бог судит. Ну ты в нем раскаивался, получил прощение. И какая польза, когда от прикосновения к мертвому очистился, 7 дней прошло, потом идешь опять к мертвецу, прикасаешься. Никакой пользы в этом нет. Серахов, 42, 17. Скрытая мудрость и сокровище. Невидимое. Какая в них польза? Повторяю. И 30 глава, 14 стих. Располагай сокровищем твоим, чтобы оно послужило тебе для прославления Всевышнего. Ибо в открытой мудрости более пользы, нежели в золоте. Когда человек имеет деньги, копил, какая-то инфляция пропала и ничем нет. Так Бог осведает мудрость, и мы столько слышим, тому опять возвращаемся. Чтобы каждое воскресенье, накопленное, что слышали, постарайтесь кому-то сказать. Вы по городу не идете. Поставьте себе задачу, кому-то позвонить. С прежними работниками, постарайтесь установить какую-то связь. Ну, где-то как-то засвидетельствуйте. Пойдите в какой ближайший храм. Выходит кто-то, видите, одинокий стоит, подойди и поговори. От вас так и легко это примется. Бабушке одного возраста давно ходишь в храм и начинай говорить. Ты для чего пришла сюда? Узнать о Боге. А ничего не знаешь. А знаешь, можно узнать. Да когда ближе-то узнаешь, да может и пригласишь себе, чтобы пользы от этого знания было больше, чем от золота. Сырахов 31-25. Печаль многих убила, а пользы в ней нет. Вот еще узнали, где польза бывает. Польза в том, чтобы все принимать с благодушием, с благодарением. А не так, у меня муж умер, оделось черное одеяние, ну, вид еще, даже одежды старается нагонять. Ты сказал, умер и все. Если не верующий, вопрос окончен. Надо было молиться пока живой. А если был верующий, нужно радоваться, ликовать. Он уже отошел ко Господу. Какая польза, если ты будешь печалиться? Печаль многих убила, а пользы в ней нет. И притча 10 глава, 2 стих, не доставляет пользы сокровища неправедное. Правда же избавляет от смерти. Значит, правильная зарплата, тобой заработанная пенсия доставляет пользу. А не так, что не знает даже где шахта, я знаю одну бабушку, а она сумела через связи получает пенсию шахтера. Я говорю, ты хоть раз-то в шахте была, да я даже не знаю где, зачем же ты ее получаешь. Не доставляет пользы. Иклиас 5-9. Кто любит богатство, тому нет пользы от того. Скольким людям это сегодня подошло бы? Что пользу человеку? Не желать богатства большого, довольствоваться тем, что есть, знания, которые получил, успеть отдать другим, ищи пользы ближнего. Иаков говорит 2 глава 16 стих. Если брат придет к нам нуждающийся, а мы скажем, иди грейся с миром, а потребно не дадим, то какая ему от этого польза? Отсюда вывод делаем такой, чтобы зря не пустословить, что у нас есть, чем мы обладаем, и сделали это известным, стараться этим помочь. Теоремь, 13 глава 9 стих. Чтобы мы не увлекались яствами, от которых, евшие их, не получили пользы. Это означает разные учения. Слушаем радио, смотрим телевизор. А какая польза? Вот закончилось, выключил, теперь скажи, сколько смотрел, час, полтора, какая польза тебе от этого? Кому ты можешь об этом рассказать? Я думаю, такие вопросы, если бы задавали, то от многого бы уже отстали. Не увлекаться этими яствами, пустыми разговорами, а искать пользы ближнего. Ничего нет больше, до свидания. Телефонную трубку оповеснулся. Не привыкайте пустословить. Не привыкайте, чтобы в доме создавался фон от радио или от телевидения. В этом нет никакой пользы. Почему? Это разрывает связь с Господом. Человек не может молиться. И вы не можете своим ближним сказать, ты зря не слушаешь. Ты выключишь. Ты услышал что-то. Даже не обязательно каждый фильм там что-то смотреть. Я с кем-то поговорю, а что там есть такое? По нескольким кадрам понял, мне это не нужно. На этой неделе я кое-что посмотрел даже. Евангелие от Иоанна привезли, и книга, это фильм «Апоколипсис». Один еще можно смотреть, а другой просто небрежно поставленный и скажу, пользы мало от него. Надо, чтобы польза была полной. Во-первых, искаженные места в Писании, дальше добавки большие к Писанию сделаны, а дальше разбавленные чем-то, из чего сроду не было. Истину с выдумкой это не годится. Разные фильмы, лоравы, они не полезны. Полезно только то, что назидает в вере и приводит ко Христу и Царству Небесному. Аминь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok